На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Влада Васильева. Здравствуйте. Главный тренер хоккейного клуба Гомель Сергей Стась вошел в тренерский штаб национальной сборной на предстоящий международный турнир. Игры состоятся с 10 по 13 февраля в Нур-Султане. Турнир пройдет в рамках контрольно-матчевых встреч перед чемпионатом мира. Участвуют команды Беларуси, Казахстана и Олимпийская сборная России. Изначально на турнир было заявлено 4 дружины, но эпидемиологическая ситуация внесла коррективы. Одна из команд не смогла прибыть в намеченные сроки, поэтому хозяев сборной Казахстана представят сразу два коллектива. Фармклуб хоккейного клуба Гомель провел очередные матчи в высшей лиге. На этот раз рысям противостояла команда из Бобруйска. Первая встреча закончилась разгромом. Гомельчане на домашней арене крупно проиграли. Счет 3-10. Не оставили шансов гости и во втором поединке, хоть и уступали после первого периода в две шайбы. Итоговый счет 2-4. А вот Желобинский металлург сумел порадовать своих болельщиков. Победа одержана в двух играх с фармклубом Могилева, причем оба раза с крупным счетом 6-1 и 11-4. Желобинчане находятся на четвертой позиции, а вот хоккеисты Гомеля замыкают турнирную таблицу высшей лиги. А теперь о волейболе. Жемчужина Полесье потерпела очередное поражение. В 14-м туре женского первенства по волейболу в сильнейшем дивизионе страны мазырянкам противостояла команда «Коммунальник МГУ» из Могилева. Жемчужина Полесье уступила со счетом 2-3. Однако неудача не стала фатальной. Мазырянки по-прежнему возглавляют турнирную таблицу с 27 очками в активе. У «Коммунальника МГУ» на 5 меньше и четвертая позиция. В Минске завершился чемпионат страны по греко-римской борьбе. Соревнования проходили во Дворце спорта. Среди триумфаторов первенство Глеб Макаренко, воспитанник годсор единоборств. Он завоевал золотую медаль весовой категории до 64 килограммов. С новостями спорта вас знакомила Влада Васильева. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин